Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. Почти 1800 люберчан обратились за помощью в правоохранительные органы на минувшей неделе. 50 заявлений стали поводом для возбуждения уголовных дел. Всего за отчётный период стражам порядка удалось раскрыть 41 преступление. Особый заместитель начальника люберецкой полиции отметил необходимость наличия тревожных кнопок и сигнализаций в частных домах и на торговых точках. У нас нацгвардия хоть и вышла из полиции, но они их услуги эти предоставляют. Мы это делаем. Поэтому, пожалуйста, ещё раз обратите внимание на охранность как частной собственности, так и предприятий в целом. Пожарная обстановка в городском округе в целом спокойная. Это отметил Максим Катаев, заместитель начальника люберецкого пожарного гарнизона. Всего за неделю произошло пять пожаров, в которых никто не пострадал. Дмитрий Шумский доложил о ходе выполнения губернаторской программы «Мой подъезд» в Люберцах. По его словам, на сегодняшний день в округе отремонтированы уже 860 подъездов из запланированных 1300. Он также подчеркнул, что городской округ Люберцы по этому показателю стоит на первом месте в области. Кроме того, на совещании была озвучена степень подготовки ЖКХ к предстоящему отопительному сезону. Общая готовность к ОЗП, Люберецкая теплосеть на сегодняшний день в лидерах 100%. Общая готовность Люберецкого водоканала 87%. Жилой фонд на сегодняшний день, общая готовность 82%. Что также является нормой по нашему плану. На прошедшей неделе в муниципалитете производилась очистка полосы отвода, вывоз мусора и грунта, покос травы, а также проведена очистка межбарьерного пространства дорожного полотна и работы по ямочному ремонту. Для того, чтобы поддерживать городские улицы в чистоте и порядке, на минувшей неделе было задействовано 47 единиц спецтехники и 117 человек. Такие данные на оперативном совещании предоставил заместитель начальника управления дорожного хозяйства Егор Бунтин. Сотрудниками ГИБДД было выявлено 537 нарушений правил дорожного движения и укорено 61 транспортное средство и выписано штраф на сумму 727 тысяч рублей. Также на совещании обсудили вопросы комплексного благоустройства дворовых территорий, выслушали доклад об обращениях жителей, поступивших в единую диспетчерскую службу 112, а также поговорили об экологическом состоянии в городском округе. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей. Субтитры создавал DimaTorzok